Егора, Егора, бегом иди, смотри, вешалка у нас трясётся, землетрясение. Всё, что было на вешалке, раскачивалось. Звенели шкафы с посудой. Жительнице Субботина первые толчки удалось снять на камеру мобильного телефона. Около восьми часов вечера Марьяна Сидикова подшивала на машинке шторы. Как вдруг стол и рядом стоящие предметы начали двигаться. Меня покачало. Я ничего не поняла, но я поняла, что это, наверное, всё-таки землетрясение. Я выключила все свои рабочие машины. Побежала к двери, и у меня даже кошка из дома убежала. В данный момент её даже дома нет. Я не могу её найти. Многоэтажных домов в этом посёлке нет, только частный сектор. Несмотря на это, подземные толчки почувствовали многие. Из домов не выбегали, но, рассказывают, было страшновато. Качались люстры, туда-сюда ездила посуда. Более чуткими оказались животные. Домашние питомцы вели себя беспокойно. Стены дрожали немножко. Дом деревянный, стены немножко задрожали. Кошка испугалась, округлила бешеные такие глаза. Сразу думаю, наверное, что не то. Думала, прошёл трактор мимо дома. Нет, значит, посмотрела на реакцию кошки. Значит, что-то. Сидела за столом в кухне. Кухня у меня с южной стороны. Сидела и вот так чуть-чуть трясанула, я не могла понять. То ли, говорю, соседи, что там упало, то ли что. В посёлке, говорят, такое здесь не впервые. Подземные толчки в этом горном районе фиксируются практически ежегодно. Периодически, да, ну раз в год, там, может, чуть пореже случается. Ну, не у нас эпицентр, конечно, в горах, в Ермаковском районе. Лёгкую дрожь как бы почувствовал. Сначала не понял, думал, машина проехала. Потом чувствую, что как бы, ну, было немножко. Гуло не слышал, поскольку телевизор работал. По данным МЧС, эпицентр этого землетрясения находился в горах Ермаковского района, недалеко от села Верхнеусинская, на глубине 10 километров. Сила толчков там составила 4,4 балла. Почему отголоски особо ощутили субботинцы, видимо, географическое расположение посёлка сыграло большую роль. Мы забрались на гору. Отсюда видно, посёлок находится в низинке со всех сторон. Субботина окружает горы. И, может, поэтому жители здесь сильнее почувствовали подземные толчки. Жители до сих пор обсуждают природное явление на улице и делятся впечатлениями в соцсетях. К счастью, разрушений нет, всё спокойно. Люди говорят, хоть и большого испуга никто не испытал, но всё-таки приятного мало. Ольга Максюшина и Алексей Фролов. Ненесень. Новости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова